К 60-летию октября ледокол Арктика ходил к Северному полюсу. Завтра демонстрации трудящихся 105 лет. Крутая дата, которую мы помним. Футбол мы к этим трудовым резервам не приурочили, хотя когда-то на месте острова слез на Немиге возвышался одноименный стадион. Уловили связь? Ладно, не буду грузить вас в начале программы. С вами ясно о футболе, Алексей Козыра. Сегодня выпуски. В представлении не нуждается. В Минске прошло Белклассика. Обзор 27-го тура Беларусьбанк высшей лиги. Два мульта в первой лиге. Арсенал стал чемпионом Д2. Стычка бывших лидеров. Репортаж из Барановичей. То круче в регионах. В Минске прошел финал битвы площадок. В этом сезоне у Динамо игроков целых два состава на золото. И неудивительно, что команду Скрипченко очень сложно остановить. Но Белорусская Классика с давних времен матч номер один в стране. И всегда радует непредсказуемостью. Что же происходило на Динамо в четверг в следующем сюжете? Белорусская Классика. Игра, которую ни с чем не спутать. Еще за час до матча у центральной арки собирается человек 30, а уже спустя полчаса в очередях будут стоять сотни. Не у всех получится попасть даже к стартовому свистку. Зато те, кто пришел к арене заблаговременно, получили шанс побороться и за суперприз от Динамо. При выполнении определенных условий болельщик мог получить фирменную майку, а в придачу поучаствовать в розыгрыше PlayStation 5 с автографами игроков белосиних. Трибуны постепенно заполнялись, но народ не спешил уходить из зоны активности. Помимо конкурса были и традиционные для национального стадиона виды досуга. А вот так сектор белосиних начинал зажигать. Опоздавшие могли пропустить самое интересное. Сперва Дергачев неудачно исполнил Нойера, затем Нечаеву пришлось выносить с ленточки. 30-й минуты была равная игра. После 30-й мы, так сказать, отдали инициативу Динамо. У него было много стандартов и были какие-то опасные моменты. В первые полчаса моментов Динамо создавало будь здоров. На несколько матчей хватило бы. Скрипченко на скамейке закономерно на нервах. Быть может, долгий простой негативно сказался. Да не будем мы на паузу обращать внимание. Поверьте, профессиональные команды, мы в том числе, ну пауза, пауза, ничего страшного. Мы готовимся, тренируемся. Мы же не отдыхаем по 2-3 дня. Поэтому была пауза, мы не сыграли, да. А сейчас у нас за 10 дней три игры. Поэтому все нормально, по кондициям, по физическому состоянию нет претензий команды. И хорошее движение было сегодня. Борисов до перерыва выбрал терпеть. Где-то везло, выручал и Дергачев. Кажется, никто из Динамо не сомневался. Хозяева обязаны эту игру забирать. Надо было свои забивать моменты в первом тайме. 2-3 гола забиваясь, закрывая игру. Ну, если не забиваешь, не выигрываешь. То количество созданных голевых ситуаций, которые у нас были. Я считаю, команда нашего уровня с группой атаки, с исполнительским мастерством, мы обязаны как минимум реализовывать. Ну, хотя бы один момент, который мы, конечно же, должны были, наверное, забить, для того, чтобы более уверенно чувствовать себя по ходу игры. Болельщикам желто-синих точно верности не занимать. Большой сектор гостей периодически взрывался кричалками. Не счесть, сколько душевных испытаний им пришлось преодолеть в этом сезоне. И все равно не успокаиваются. Гости во втором тайме вышли с совершенно другой командой. Пошла контр-игра, работали фланги, а вот Скрипченко явно опоздал с заменами. Как итог, не доработали после стандарта, и Антелевский исполняет красоту. По зрению игры ничего не меняли. То есть просто ребята вам объяснили, что нужно быть, наверное, больше уверены в своих силах. И тот план, который был на игре, его просто нужно реализовывать. То есть больше такая, наверное, эмоциональная составляющая. Чуть-чуть направили и, соответственно, стало работать. После гола все на эмоциях. Разговоры о том, что у желто-синих проблемы в раздевалке, ходят весь сезон. Кажется, не преувеличены. В разобранном коллективе такого единения быть не может. Все нормально, на самом деле, и в коллективе. И когда что-то есть, какие-то недопонимания, мы друг другу высказываем это в глаза. Здесь проблем вообще никаких нет. У нас хорошая атмосфера. К нам приходят иногда на тренировку болельщики. И я недовольный тем, что происходит у нас. Слушайте, часто бывает, голос сбивает, я не радуюсь. Вот в этот момент у меня прям все эмоции вышли. Точно так же у ребят. Они на самом деле просто мы зрели. Мы считаем, что, например, какие-то игры, которые были до этого, которые нам удались с точки зрения содержания, а мы в итоге теряли очки. И при всем при этом нам в какой-то степени, как мне показалось, просто отдалось то, что мы где-то играли лучше, но проигрывали. А сейчас играли, откровенно говоря, не лучше, чем наш соперник, но смогли. Поэтому ребятам времени много вместе проводят. Мы сейчас играем на четвертый день уже сколько. И поэтому на базе и так далее, соответственно, в Венгрии проигрывали два месяца. То есть они знают друг друга лучше. За счет этого, ну да, проявление таких массов так и получилось. Концовку Батте выдержал просто блестяще. Грамотно отработали сзади. Помешать «Динамо» в чемпионской борьбе приятно, но в первую очередь надо решать свои задачи. Во-первых, победить для нас самих, то, что мы еще в гонке за третье место. Этой победой мы остались в этой гонке. И плюс это наш все-таки вечный конкурент. Конечно, приятно победить такого соперника. Тем более у них в гостях. А у Скрипченко и компании появился повод понервничать. Выезд в Брест к веселому по сезону «Динамо» там может произойти все, что угодно. Терять очки больше нельзя. Неман дышит в спину. Давление, оно в принципе всегда есть. И мы как должны выигрывать все матчи, оно так и осталось. Поэтому четыре игры, четыре надо выиграть. Турнирные расклады вы и сами прекрасно знаете. Все очень запутанно. И в то же время одна ошибка может полностью поменять диспозицию команд в борьбе за медали. Круто, когда так? А вот представьте, скоро нужно будет выбирать лучшего игрока страны чемпионата. И как это делать при таком обилии мастеров? Ладно. Давайте просто перейдем к обзору тура. Один из последних туров чемпионата открывался в Новополоцке, где местный Нафтан принимал Слуцк. Разыгравшийся Гирс уже на шестой минуте забил гол на премию Пушкаша. Протащил мяч со своей половины поля и даже не добегая до сегмента пробил в дальнюю девятку. Шикарно. Малиевский вытащил неберущийся мяч на 33-й минуте. Это Санников бил головой после подачи Кириленко со штрафного. А вот уже через пять минут Кипер Случан явно дал маху. Завозился с мячом, не смог отдать точный пас, что привело к перехвату и пасу на Пухова. Россиянин сравнял. А вот вышеупомянутый Санников все же добился результата. И снова после стандарта. Это Пухов подавал угловой, а 19-летний защитник вывел Новополочан вперед. Пухов мог оформить и третий результативный балл после паса пяткой от Панюкова, но Малиевский удар Тимура отразил. 2-1. Минимальная и, пожалуй, заслуженная победа хозяев. В Молодечно приехал Шахтер, который уже чувствует себя спокойнее белшины и рцор БГУ, но все равно не обезопасил себя от вылета. Того и рвение с Олигорцев. Скавуш уже на четвертой минуте опасно бил в ближний, Свирский на месте. Игнатович ответил своим сейвом через минуту. Бил Латыхов. А счет открыл плако крутым ударом головы после подачи Дениса Ковалевича с углового. Свирскому пришлось спасать команду от штрафного удара в исполнении того же Ковалевича. Ну, талантливый парень, ничего не скажешь. А за Билла все-таки ислочно уже во втором тайме. На 51-й минуте Веретила прострелил с правого фланга атаки, а Ровда замкнул мяч в ворота. Где первый, там и второй. Крутая атака в касание получилась у Волков. Митрофанов эту феерию завершил точным добиванием. Игнатович на 62-й спас от еще одного гола Ровда. Защита гостей явно посыпалась. Была еще и перекладина от Гуза на 72-й. Исач атаковала явно острее. Как итог, победа хозяев со счетом 2-1. Любители поиграть в ничью из Жодина принимали у себя Гомель. Как думаете, чем закончился матч? Ладно, по порядку. На 41-й Игнатьев ошибся с выносом, что привело к удару Горбачика. Здесь кипер тоже сыграл неуверенно, но защитник его подстраховал. Зато уже во втором тайме отметился классным сейвом. На 68-й минуте Залезкий бил с лету, но вратарь показал свой скилл. Был неплохой момент и у Гомеля. На 71-й Адеола своевременно отдавал на 11, где был и Фаги. Но Габонин взбахнул в перекладину. Еще один ничейный результат, что вряд ли улучшает настроение обеим командам, претендентам на бронзу. Но счет на табло. Еще один матч аутсайдеров ждал нас в Бобруйске. И началось все явно не с того, чего хотели бы хозяева. Если есть понятие «быстрый гол», это тот, что забит до 20-й минуты включительно, то бобруйчане вводят в терминологию «быстрое удаление». Это Соколовский получил второе предупреждение как раз-таки на 20-й минуте. Тем не менее, даже в меньшинстве бобруйчане выглядели не хуже соперника. Так на 37-й Веретинскому пришлось поработать над ударом Кухарчика. Барковский получил свой момент на 65-й. Не забит слету с пары метров. Такое тоже бывает. А затем со скамейки вышел Манионги. И на 83-й минуте невероятно стильно замкнул подачу Нурамбета со Штрафного. 1-0. Наслаждайтесь. Барковский мог удвоить счет через 2 минуты. Здесь не было равных Харитановичу. Минимальная, но гиперважная победа студентов в Бобруйске. Молодежь Еромка приехала в Сморгонь, чтобы немного поправить свои результаты. Но домашние сморгонцы слишком неуступчивы. Хотя на 19-й минуте Малашевич вырвался один на один с вратарем и с острого угла не смог поразить ворота. За неимением моментов вовсе на 51-й минуте Мигдаленок с границей штрафной зарядил в штангу. А Харимчук там бы уже не спас. В остальном все в борьбе. Много тактических микропротивостояний. Отсюда и малое количество опасных ситуаций у ворот. Нулевая ничья команд, которая в этом сезоне уже не претендует ни на что, но играют для своих болельщиков. Матч Тура прошел в Мозыре, куда приехал ведущий борьбу за золото Неман. Недели ранее эти команды встретились в Кубке. Тогда гродненцы вышли победителями. С этим бэкграундом команда Ковалевичей создала первый опасный момент. На шестой минуте Аллы Кулов играючи накрутил нескольких защитников и прострелил на Якимова. Тот пусть и бил в противоход, но Каратай выручил. Как и на 20-й минуте, когда Шукуров бил под перекладину. Вратарь молодежки и правда играл невероятно, но спасти ворота от такого Немана нереально. На 51-й минуте Пантя подал угловой, и Зубович забил второй за неделю гол Мозыряном. А Каратай нужно отдать все пять мест в рейтинге лучших сейвов Тура. На 60-й он снова среагировал на удар Шукурова головой. Как и на 73-й. Но запал кончился на 82-й минуте. Это Пантя пробежал полполя и ударил издали. 2-0. Неман выключает Славию из борьбы за тройку, а сам продолжает погоню за золотом. На экране вы видите результаты 27-го тура Беларусьбанк Высшей Лиги. Студенты выбрались из минуса и будут бороться минимум за место в стыках. Неман приблизился к Динамо. Батэ и Ислач очень близки к идущим третьим Торпедо. Полная таблица вашему вниманию. 10-го ноября в Солигорск приедет обозленная Славия. Гомель примет Ислач в принципиальном матче. Арцор сыграет с жоденцами. Полное расписание тура на экранах. Давненько мы не бывали в миноре. Помните, как в начале сезона в первой лиге всех разрывали Барановичи? И Губжиде с Горовцовым били кого угодно. Но сезон подходит к концу, и эти команды уже давно не на вершине. Тем не менее, их очная встреча обещала быть интересной. Перемещаемся в Барановичи. 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 Сердцу милый уголок. Эти строчки знаменитой песни о городе на футболе особенно ложатся на душу. Красивый, уютный стадион. Самобытная, амбициозная команда. В общем, все для колоритного матча. На трибунах замечаем много детей. Большие выходные, завершающий аккорд осенних каникул. Тут объем домашней работы прямо пропорционален интересу ребят к футболу. Такая вот формула. Например, эти мальчишки занялись рисованием плаката для любимой команды. Мы сначала включили на телефонах карчинку Герба Факабарановича и срисовали. В холодную погоду зрителей заметно меньше, чем обычно. На трибуну местного стадиона пришло около пяти сотен человек. В Барановичах болельщик славится еще и качеством. Здесь они активные и очень заметные. В сравнении с «Зенитом» понятно, другой вид спорта. На зрительских местах обнаруживаем гостей из Санкт-Петербурга. Говорит, приехал поправить здоровье и между процедурами решил заглянуть на футбол. Конечно, самое интересное, тут рядом кто-то кричит, бей, кричит. Я смотрю, у вас есть и фанаты, тут тоже футболы самые, и барабан стучит, и дудка кричит. Так что я думаю, что приходят, кто заинтересован, смотрят на него. Футболка! А вот «Локомотив», который пожаловал в гости в Баранович, в этом сезоне пережил череду взлетов и падений. Уход Горовцова в Гомеле разделил сезон на «до» и «после», и больше железнодорожники на «тройку» не претендуют. Таким тоже выстрелом с острого угла и 0-1! Такие мячи точно удивят прожженного болельщика «Зенита». Так мог только Халк или Дмитрий Кривошеев. Инстинкт просто сработал, просто в штрафной находился. Юра Музыченко подал, и как бы инстинкт просто... Будет что вспомнить. Однако после этого гола Лока перешел на удержание счета. И все бы хорошо, если бы Каплунов более удачно вынес мяч из штрафной. А так – пенальти. У нас было преимущество и территориальное. Мы хорошо контролировали мяч, получалась игра в атаку. Классно ли сыграл вратарь или плохо пробил Шевченко – отдаем на суд вам. Во второй половине сезона Барановичам не хватило умения забирать матча вопреки. Но горевать об упущенной возможности тут не станут. Мы как-то, наверное, все-таки не клубная работа. Она отражается на результате, на турнирной таблице. В конце концов, ну и мы на протяжении всего чемпионата боремся, можно сказать, даже за выход в высшую лигу. Ясно, что задачу нам никто не ставил такой, но тем не менее. Мы боремся и до конца претендуем на шестое место. И я думаю, шаг, конечно, сделан. Шаг, конечно, сделан. Это вот игра, турнирная таблица – это отражение всей работы клуба. От условно уборщицы до продолжая там директором, любым работником и заканчивая командой, главным тренером, футболистами, то есть всем-всем-всем. Зато на конкретный матч характера хватило. Шевченко исправился и сравнял счет с игры. 1-1. Это сезон переходной, я считаю, для нас. И первый круг получился довольно такой хороший в нашем исполнении. Много побед было, показывали качественную игру. Ну, второй немножко. Уже команды, естественно, по-другому стали настраиваться на нас, уже намного серьезней. Никакой там недооценки нет. И уже, ну, я считаю, мы себя поставили в этом чемпионате как хорошая команда, которая борется за, способна бороться за хорошие места и места вверху турнира таблицы. Этот год для клуба, как мы уже слышали, переходный. Большие проекты строятся не один год. Может, у парней Кипра и получится, но, видимо, не с первого раза. Мы взяли никому неизвестных футболистов из дублей наших клубов высшей лиги. Где-то своих ребят, барановичских, подтянули. Они в футбольном мире по меркам первой лиги, я имею в виду, никому неизвестны. Да, они стараются и уже, наверное, где-то они на слуху. Ну, и футбольный клуб «Барановичи» в том числе. На пионе! Болельщики хозяев, конечно, очень заряженные. В конце матча несколько раз досталось арбитру. Чтобы забрать три очка, времени не хватило. Задача – шестое место. Пятое – идеально. Такие цели на концовку сезона. Этот год для клуба уже можно занести в актив. Что говорить, посмотрите, как от игроков кайфуют болельщики. Потеряли шансы на выход в высшую лигу. Если раньше о нас где-то писали, да, там мы сохранили прописку, мы там как бы барахтались. То есть сейчас ребята как бы на другой ступени. И, ну, все возможно. Все возможно. И почему бы и нет, как говорится. И все же главное событие первой лиги на выходных было чуть дальше Барановичей. В Слоним приехали потенциальные чемпионы – Арсенал. Сразу скажу, настрой у них был самый что ни на есть боевой. А вот как получилось в итоге, да и сами все знаете. Арсенал стал чемпионом, а мы расскажем, как именно. Как скажешь, Арсений, у тебя этот сезон и так на миллион, а то и на два. Стать локальной звездой в соцсетях благодаря смешным скетчам, а потом феерично вернуться в футбол и показывать высокий уровень и там – Такова часть реалий чемпиона первой лиги 2023 – Держинского Арсенала. В начале сезона именно Пушкари, ну и Барановичи, были лидерами Д2. И если со вторыми все сложилось сложнее, то у Держинцев дистанция получилась ровной. Тем сложнее было не перегореть в потенциально чемпионском матче. Ну да, да. И был такой разговор по поводу того, что вчера еще и, скажем так, к этому матчу определенности добавил еще дни про потери очков. А мы сегодня понимали, что побеждая, сразу становимся и чемпионами, и гарантируем себе выход в высшую лигу одним матчем. Поэтому, наверное, всем хотелось, чтобы это быстрее, поярче прошло и быстрее закончилось. И было опасение, чтобы мы не перегорели там с первых минут, чтобы мы не начали торопиться. Плюс поле довольно тяжелое и где-то нивелируется класс команд. В этот раз в соперниках был Слоним-2017. При этом на их поле действительно непростом. В первом круге эти команды скатали ничью и было непонятно, чего ожидать от соперника. Хотя болельщики гостей приехали с твердой уверенностью, что увезут домой кубок. На самом деле, блин, обычный матч был. Ну, мы не делили, что он там важный, супер важный или еще что-то такое. Да, Днебр вчера степился, это просто сыграло нам на руку. А так, в любом случае, нам надо бы сегодня побеждать, вне зависимости, как бы сыграл вчера Днебр. Сказано, сделано. Как вы думаете, сколько минут понадобилось гостям, чтобы открыть счет? Шесть. Искшенецкий отдал свою голевую в матче на Герасимова. Параллельно играет Макс Лайн и Лида, там пока тоже 0-0 было после первого тайма. Арсенал атакует и гол, посмотрите, мяч. Знаете, а ведь Арсенал – это не первая команда, которую Бразевич возвращает в высшую лигу. В 2019 году Вячеславович такой же провернулся с Малевичами. Хотя тогда быки были вторыми. Сейчас чуть больше поводов для радости. Абсолютно разные две истории. Хотя, на самом деле, я помню хорошо самаревическую команду. Это, может быть, в моей карьере одна из любимых команд, если бы говорить о душевности какой-то, о человеческих отношениях, кроме профессионализма. И я могу сказать, что вот в Арсенале история немножко повторяется в чем-то. То есть, на самом деле, эти моменты похожи. Команда с душой, команда с профессионализмом. Мы, какие бы сложные ситуации ни были, работаем вместе. Пытаемся в каждом дне искать мотивацию, в любом случае, для развития, для совершенствования. Пытаемся где-то и футбол в том числе расширять, да, где-то ломать стереотипы какие-то. Ребятам это интересно. То есть, я получаю удовольствие от работы, я ребятам очень благодарен. Поэтому вот схожесть в этом есть. А, честно, что касается празднований, это, ну, к концу сезона, конечно, это очень приятно, очень-очень важно. Но, идя уже вот сейчас, да, к концу сезона, у нас каждый матч, по большому счету, когда ты выигрываешь, ты делаешь шажок вперед. И каждый матч очень важен. Ах да, пока наполовину заполненная слонимская юность была занята мыслями о чемпионстве, Арсенал продолжал забивать. Помимо крутых исполнителей по типу Левковца, Герасимова, Скшенецкого, у команды много талантливой молодежи, с которой привычно хорошо работает тренерский штаб пушкарей. Быть может, в конце сезона мы будем видеть ее чаще? Да, да, несомненно. Несомненно будет больше времени, хотя я уже говорил, что в первой лиге не было ни одного простого матча. Но не допуская ошибок, невозможно развиваться, учиться, поэтому будем где-то терпимы к ошибкам возможным, к возможным, может быть, неприятным результатам. Мы все всем доказали. И ни в коем случае не стилю соломку. Будем требовать результата от футболистов, имевших меньшее количество игровой практики. Но 100% пойдем этим путем. Будем более активно ротировать состав. После 4-0 слоним немного поплыл. Ребятам трудно без должного финансирования создавать команду конкурента для таких клубов, как Арсенал, Днепр, Витебск. Но это не отменяет их самобытность и вклад в футбольную красоту, такую, как размочивший счет гол Анисимова. Держинцы после этого все еще на кураже начинали заигрываться и все же закрыли игру на этом поле пятым голом. Ну, пижоный. Хотя сегодня им было можно все. Ну, я думаю, скорее всего, да. Все-таки психология играет в свое дело в таких моментах. Ну, конечно, надеюсь, что не все эти позвали на такие моменты не добегать, либо еще что-то. Ну, блин, пропустили гол. Это обидно. Должны были сыграть на норме, но вот так получилось. Финальный свисток. И вот она. Кульминация. Спустя сезон Держинцы вернутся в высшую лигу с чемпионством Д2. Что будет дальше? Посмотрим. А пока поздравляем. Продолжаем развивать массовый футбол в регионах. Один из проектов АБФФ предполагает под собой три составляющие, которые помогут в становлении новых звезд в условном Дятлово или Пуховичах. Какие именно? В следующем репортаже. Ни один повар не раскроет вам секрет своего фирменного блюда. Возможно, расскажет про ингредиенты, но уж точно не про порции фишки. Так и с массовым футболом. Есть в его успехе что-то завораживающее. Наверняка это эмоции, которые получают дети. А главное, они умеют их излучать. Сегодня здесь мы проводим фестиваль, республиканский итоговый фестиваль для участников проекта «Битва площадок». Проект молодой, ему три года. Его суть заключается в том, что три важные составляющие – это инфраструктура, элитный футбол и массовый футбол – объединены в одном проекте. 14 площадок, которые принимают участие в течение с мая по октябрь, проводят мероприятия спортивно-массовые, фестивали, турниры и так далее. Ах, ну вот мы и выдали часть секрет. Окей, нам не жалко, ведь массовый футбол – это для всех и каждого. АБФФ в разных регионах нашла лидеров своих площадок, которые на протяжении нескольких месяцев сражались за звание лучшего места для футбольного досуга. При этом, чем больше мероприятий на этой площадке проводили, тем лучше. Региональный лидер, который работает на данной площадке, у него есть план, согласно этого плана, он проводит мероприятия. Мероприятия он выбирает по… ну это, скажем так, отводится на его выбор. Он сам есть какие-то предпочтения, какой-то регион может больше задействовать девочек в проекте, кто-то мальчиков, а кто-то ветеранов. Мы не ограничиваем, скажем так, наших лидеров в их предпочтениях. Казалось бы, все просто. Вот площадка, работай, придумывай. Но со стороны всегда легко комментировать, не правда ли? Забегая вперед, отметим, в Дятлово за 2023 год площадку в рамках разных мероприятий посетили более тысячи человек. Крутая цифра. Но ведь в планах еще больше, еще круче. Безусловно, этот проект, он направлен на то, чтобы развивать и загружать имеющуюся инфраструктуру. В частности, площадки 20 на 40, прежде всего, идет речь. Количество площадок, которых мы строим за счет средств АБФФ, их не уменьшилось. Единственное, что где-то произошло уменьшение за счет отказа спонсоров, нам в этом плане помогать. Но, тем не менее, мы стараемся всячески за счет привлекаемых средств от FIFA и UEFA эти площадки строить. И очень большой объем запросов идет на эти площадки, на строительство, на обновление покрытий. Финал фестиваля затронул еще одну важную тему – развитие детей. Битва площадок предложила интересный формат. Игры не столько на победу, сколько на количество забитых голов. Ведь самое красивое в футболе – это голы. И важно, чтобы не только в крупных городах дети чувствовали эту красоту, но и в самых отдаленных регионах страны. Этим проектом и другими нашими проектами мы обращаем внимание всех наших регионов, что мы не забываем про них, что мы не только в Минске работаем, но по всей стране, знаете, здесь даже сами себе ставим укор, что мало освещаем просто тех мероприятий, тех проектов, которые мы проводим. Но если ставим в укор, значит и исправляемся. Тем более не освещать проекты, в которых есть такая составляющая, как элитный футбол, просто невозможно. Каждая площадка названа именем одного из футболистов национальной сборной. Сейчас, скажем так, зачастую по принципу тот игрок так или иначе был, скажем так, вовлечен или задействован и связан с данным регионом. Безусловно, есть небольшая связь между площадками, между лидерами, игроками национальной сборной, которые, скажем так, периодически посылают какие-то пожелания для своей площадки. Ну и как такой основной ключевой момент – это то, что игроки национальной сборной приезжают сюда, к нам на фестиваль, для того, чтобы, скажем так, своим вниманием, своим авторитетом помочь детям, помочь лидерам. Ох, в этот раз в гости приехал Денис Поляков, один из героев недавнего матча со Швейцарией. Хотя как в гости? Денис дома. Вырос в Минске. Первая победа, эмоции, голы – все было здесь. Это уже потом семь чемпионств с БАТЭ. Лига чемпионов – Кипр, Казахстан, Израиль. Везде Поляков был лучшим. Я очень рад, что такие мероприятия проводятся, что такой ажиотаж. К сожалению, у меня такой возможности в детстве не было, участвовать в таких мероприятиях. Поэтому я очень рад и горд, что такие мероприятия у нас сейчас в стране проводятся. И дети развиваются, футбол популяризируется. И мы движемся в правильном направлении. У Дениса еще нет своей площадки, которую он мог бы поддерживать, пока борется за новое чемпионство. Но ведь все только начинается. Так ведь? Массовый футбол идет по всей стране. Будьте готовы. И вы. Ну, если бы у меня была возможность назвать какую-то площадку моим именем, то, наверное, я родился сам в Минске. Учился и жил в Сухарево. Поэтому какую-нибудь площадку в том районе назвал бы. Если вы до сих пор не поняли, как нужно одеваться перед выходом на улицу, там то жарко, то холодно, ну и ноябрь, так вот лучше тогда оставайтесь дома и смотрите белорусский футбол. Скоро Батэ кубковый матч сыграет, жеребьевку проведем, а за ней один из последних туров. Может и чемпионство вручим. Короче говоря, не пропустите. Впереди много важного. С вами было Ясно о футболе. До следующего понедельника.